Я больше в школу не пойду. Химия, физика, тригонометрия, пустая трата времени. Снова ты за свое. Чтобы быть по жизни успешным человеком, образование необходимо. Или ты хочешь по помойкам рыться в будущем? Тим, что это ты такой злой? Завтра же праздник. Первое сентября. День знаний. Именно из-за того, что завтра первое сентября, у меня и нет настроения. Но это же так здорово. Снова вернуться в школу. Увидеть друзей. Увидеться с друзьями это да. Но еще будут домашние задания, террор с опросами, контрольные, лабораторные. Не хочу я ходить в эту школу. Снова ты за свое. Чтобы быть по жизни успешным человеком, образование необходимо. Необходимо. Или ты хочешь по помойкам рыться в будущем? Ну почему сразу же по помойкам? Чтобы быть успешным, вообще не обязательно эта школа. Это все стереотипы. Как это не обязательно? Чтобы добиться успеха в этой жизни, нужно быть умным. А чтобы быть умным, необходимо образование. Да. А как же твоя подруга, тетя Лена, которая с красным дипломом торгует рыбой на базаре? Ну, красный диплом это еще не гарантия успеха. Вот и я о том же. Эдисон, Эйнштейн, Черчилль. Все они были двоечниками в школе. И в итоге стали очень даже успешными людьми. Вот ты, например, в институте 5 лет учила математику. И как ты в жизни использовались дифференциальные уравнения? Просто страна потратила время. Тут я с тобой не согласна. Но не могу понять, к чему ты клонишь? Я больше в школу не пойду. Химия, физика, тригонометрия, пустая трата времени. Ну и что ты будешь делать? Лежать целый день на диване перед телеком и тупеть? Нет, это даже не обсуждается. Ну почему сразу лежать на диване? Я решил, что буду айтишником. Буду заниматься изучением языков программирования. Программисты сейчас нужны во всем мире. Без них работать смартфоном, телевизором и даже современных пылесосов невозможно. К тому же программисты очень неплохо зарабатывают. А из-за этой тригонометрии мне носить плюс-плюс времени не хватает. Чтобы программировать, нужно иметь хорошо развитую математическую логику. И тригонометрия здесь совсем не лишняя. Можно подумать, что без тригонометрии невозможно стать айтишником. Логику можно развивать и другими методами. Ну хорошо, ты решил, что будешь айтишником. Но прежде чем бросить школу, попробуй сделай какую-то программу. Может у тебя вообще нет способностей к программированию. У меня есть способности. У меня времени не хватает. Это отговорки. Даю тебе неделю на создание программы или приложения. Не просто программульки на экранчике, а чего-то реального, полезного, что можно действительно использовать в быту. Недели это мало. Ты уже сдался? Отказываешься? Нет, не отказываюсь. Я принимаю вызов. Я смогу. Но если у тебя ничего не получится, тема с бросанием школы закрыта. Согласен. Вот и по рукам. Уверена, что он не справится. Вот это я попал. Нужно что-то срочно думать. Хм, неделя для C++ это очень мало. Может, Скретч или Пайтон? Нет, Ардуин. Хм, где-то мне попадалась реклама конструктора Ардуино с датчиками света, движения и управления электромоторами. О, вот он. Конструктор, знаток изучения программирования старт. RGB светодиод, фотоэнзистор, динамик, электродвигатель, транзисторы, резисторы, Ардуино модуль. Вот он. Вот ты там мне и поможешь. Пайтон грамм. Z, Скретч, C++, управление звуком, светом, электродвигателем. Это как раз то, что мне нужно. Ардуино модуль, электродвигатель, RGB лампочка. О, фотоэнзистор, это мне и нужен. Управление светодиодами, смешиваем цвета, свет и музыка, сигнализацией. Маме это может понравиться. Остелограф, умный свет. Умный свет, это интересно. Очень даже интересно. Значит, нам понадобится фоторезистор, транзистор, резистор, модуль питания, конечно же модуль Ардуино, лампочка. Так, ну и флешечка. Так, вот наш код. Так, смотрим инструкцию, что тут надо ввести. Сначала проверим. Всё правильно. Поехали. На улице темно, и лампа светится. Но если взойдёт солнце, и на улице станет светло, лампа потухнет. Работает! А теперь давай в обратную. Работает! Теперь время идёт, идёт, солнце садится и светится! Отлично работает, а теперь попробуем внедрить проект в реальную жизнь. Мам, ты сегодня не включай садовый свет. Почему? Я кое-что запрограммировал. Свет зажёгся! Это ты сделал? Да! Теперь светом управляет специальный датчик. Он включается, когда на улице темно. И тем самым помогает экономнее расходовать электроэнергии. И меньше за неё платить. Вот это мне нравится! А выключится он тоже сам? Да, его можно настроить как по времени. Чтобы поработал ночью 2-3 часа и выключился. Или же, чтобы работал аж до рассвета. Классно! Молодец! Я выиграл в нашем споре. Да, ты меня удивил! Ладно, подумаем про экстернат. Тем более, что у нас время такое военное сейчас. Есть! Жми лайк под видео, если тоже хочешь стать айтишником. Айтишником!